Здравствуйте! С вами Марина Хвалёва. И сегодня мы научимся изготавливать вот такую красивую, объёмную, фигурную свечу-ёлочку без каких-либо специальных свечных форм. Используя только подручные средства и технику лепки из парафина. Для работы нам понадобится парафин, стеарин, свечной фитиль, свечной краситель зелёного цвета, возможно понадобится белый краситель, две палочки или два карандаша, скреплённые между собой резиночкой, обычный шприц, картон, это может быть обложка от старой детской книжки или альбома, и две ёмкости для переплавки парафина. Теперь нам необходимо переплавить парафин и стеарин. С стеарин добавляем в соотношение 1 к 4, то есть берём 4 части парафина и 1 часть стеарина. Моя свеча будет приблизительно 300-400 грамм, поэтому для работы я подготовлю 300 грамм парафина и 70-75 грамм стеарина. Теперь мне необходимо парафин немного измельчить, потому что он у меня идёт в таких пластах. Есть парафин гранулированный, тогда его нет необходимости переплавлять. После того, как я парафин измельчу, взвешу все компоненты на электронных весах, я засыплю их в специально приготовленную ёмкость. У меня это вот такая консервная баночка, вы можете взять любую старенькую кастрюльку, ковшичек или точно так же приготовить консервную баночку. Можно взять даже немного побольше, чтобы сразу переплавить все нужные нам компоненты. И потом нашу ёмкость с парафином и стеарином вставлю на водяную баню. Необходимо помнить, что вода должна доходить до середины ёмкости с парафином, чтобы она ни в коем случае не переливалась и не попадала вовнутрь. При переплавке парафина я рекомендую пользоваться свечным термометром. Парафин начинает плавиться при температуре 50-60 градусов и очень желательно следить за тем, чтобы температура не превышала 70 градусов. Так как парафин при перегреве может самовозгореться. Если же все-таки парафин немножко перегрелся, его необходимо снять с плиты и остудить. После того, как температура парафина остыла до температуры 60-70 градусов, уже можно разливать по формочкам. Если нам необходимо нашу свечную массу окрасить и ароматизировать, то красители добавляем сразу же, когда засыпаем парафин и стеарин, то есть в самом начале. А ароматизаторы добавляем тогда, когда уже вся наша свечная масса полностью переплавилась и мы ее уже снимаем с плиты. Тогда уже ее можно ароматизировать. Пока парафин, стеарин и красители переплавляются, нам необходимо подготовить форму. Если у вас есть готовая свечная форма в виде конуса, можно использовать ее и тогда никаких дополнительных хлопот у вас не будет. Если же такой формы нет, ее можно сделать самостоятельно. Для этого берем лист картона, обычную тарелку, обводим ее. И вырезаем окружность. Чем больше будет наша окружность, тем больше будет наш конус. Ну и соответственно, тем больше будет наша свеча. Чем больше будет наша свеча. Теперь нам необходимо сделать надрез до середины окружности. Я это делаю на глаз, где-то приблизительно здесь у нас центр. Можно один сегмент отрезать. И теперь вкладываем нашу окружность в виде конуса. Вот таким образом. Где-то я хочу, чтобы моя свеча была вот такого диаметра. Теперь берем степлер и закрепляем. Форма для конусной свечи готова. Теперь необходимо будет сделать небольшое отверстие на верхушечке. Совсем-совсем маленькое. Вот теперь она там появилась. Проденем фитиль и будем заливать свечную массу. Теперь нам необходимо установить фитиль по центру нашей будущей свечи. Для этого я в нашу формочку вставляю фитиль и с помощью карандаша проталкиваю фитиль в отверстие. Протягиваем фитиль и теперь нам необходимо его закрепить сверху. Для этого берем наши два подготовленных карандашика, вставляем фитиль. Натягиваем его, но натягиваем так, чтобы он внизу не вытянулся. Все, фитиль установлен. Я вставляю его вот в такой стаканчик. И теперь можно заливать свечную массу. Когда парафин, стеарин и красители полностью расплавятся, их можно снимать с плиты и заливать уже нашу приготовленную форму. Перед тем, как будем заливать нашу свечную массу, ее необходимо хорошо перемешать, так как краситель имеет такое свойство оседать на дне нашей емкости. После того, когда мы хорошо перемешаем, можно заливать форму. Перед работой обязательно стол накройте клеенкой или газетой, или бумагой. Вот я застелила стол бумагой. Теперь можно начинать. Я для начала заливаю совсем небольшое количество парафина. Для этого использую шприц. С помощью шприца набираю небольшое количество и заливаю немного форму. Делаю это для того, чтобы фитиль у основания свечи хорошо пропитался парафином, застыл, и дальше уже следующая часть парафина, которую мы будем заливать, не просачивалась через отверстие в нашем конусе. Остатки парафина сливаем обратно. И после этого нам необходимо шприц опять открыть, чтобы парафин внутри не затвердел. После того, как та небольшая часть парафина, которую мы залили в самом начале, уже хорошо застыла, заливаем оставшуюся часть парафина. Заливаем не до краев, оставляем немного места. Поправляем нашу форму. И теперь даем парафину остыть. После того, как парафин остынет, по центру вокруг фитиля образуется небольшая воронка. И необходимо будет долить еще немного парафина, чтобы дно нашей свечи было более плоским. Вот таким образом мы выровняем основание нашей свечи. И теперь оставляем остывать до полного остывания. Когда парафин полностью остынет, можем извлекать нашу свечу из нашей формы. Убираем карандашики. Форму можно просто разорвать. Она нам больше не нужна. Вот такая замечательная свеча у нас получилась. Даже такую свечу можно украсить бусинками, и будет замечательная новогодняя елочка свеча. Чтобы избавиться от таких вот шероховатостей, и немного белого налета, можно свечу немного прогреть под феном, и все эти неровности сгладятся. Но для нашей свечи этого делать не обязательно. Приступим дальше к ее декорированию. Для дальнейшей работы нам понадобится любая емкость с гладкой поверхностью. Например, это может быть старенькая тарелочка. Вот такая у меня есть начерпленная тарелочка. Я ее уже на кухне не использую. Поэтому можно взять ее. Либо любую другую емкость с гладким дном. Я переворачиваю нашу тарелочку вверх дном. И сейчас в эту выемку будем наливать цветной парафин. Можно растопить остатки парафина, который вы делали раньше. Либо же отдельно растопить парафин с красителем. С теорин уже можно не добавлять. Парафин будет намного пластичнее без парафина. И с ним будет немножко легче работать. Наливаем слой парафина. Распределяем его по дну тарелочки. И теперь буквально минутку ждем, когда парафин немножко подостынет. Ну, чтобы он не полностью затвердел, а оставался пластичным. И теперь ждем. Когда парафин немного подостынет, вырезаем полосочку. Он еще не затвердел. Достаточно пластичный и мягкий. Вырезаем с помощью любого ножа. Это может быть кухонный нож. Или это может быть канцелярский нож. Или вот такой вот пластмассовый для детского творчества. И теперь аккуратненько пробуем нашу полосочку открепить вот тарелочки. Пока парафин теплый, он достаточно пластичный. И его можно немножко придавить, сделать его тоньше. Или сформировать какую-то форму. Мы сейчас будем прикреплять к нашей елочке вот такой вот валанчик. Будем делать нашей елочке юбочку. Только делать это надо достаточно быстро, потому что пока парафин теплый, он пластичный. Но как только он начинает вердеть, уже с ним работать так будет невозможно. Вот такая юбочка получается у нашей елочки. Если вам будет тяжело на первых порах вот такую длинную полоску сразу использовать, поделите ее на несколько частей и прикладываете по кусочку. Равняем валанчики на нашей елочке. Вот такая юбочка получилась у нашей елочки. Дальше необходимо будет опять налить парафин и сделать следующий круг валана. Вырезаем следующую полосочку. У нас немножко оторвалось, ничего страшного. И теперь прикрепляем дальше, создавая второй круг валана. прижимаем хорошо пальчиками, чтобы они хорошо зафиксировались. так, и оставшуюся часть нашей полочки. Надо учесть, что парафин всегда начинает затвердевать с краев, а у серединки он остается более теплым, более мягким. И как раз вот этим свойством мы и воспользуемся. Именно эту часть мы будем прикреплять к основанию, более пластичную. Ближе к верхушке делаем полосочки уже чуть-чуть уже, чуть-чуть тоньше. Вот так потихонечку приближаемся уже к завершению. Мне осталось буквально еще чуть-чуть приделать на самую верхушечку. Для этого я налью еще немного парафина в тарелочку. И будем уже завершать. Для верхушки вырезаем небольшую окружность. Вот такую. Можем ее немного утончить. Потом по центру проделываем дырочку зубочисткой или иголочкой. В эту дырочку продеваем фитиль. И аккуратненько вот так вот прижимаем нашу верхушку. И делаем волны. Вот, в принципе, и все наше ёлочко. Готово. Вот такая замечательная свеча у нас получилась. Теперь по желанию можно ёлочку декорировать бусинками, глиттером, блесками или белым парафином нанести капельки и сделать снежок. Можно полностью края каждого воланчика окрасить белым парафином. Или я рекомендую специальные свечные есть маркеры. и ими можно очень легко и просто рисовать. И плюс они на восковой основе абсолютно легко горят и никак не навредят нашей свече. Вот такая свеча у нас получилась. Я свою ёлочку задекорирую с помощью свечного маркера или свечного контура белого цвета. И сейчас будем рисовать снежок на ветках нашей ёлочки. начну сверху, чтобы вам было хорошо видно, наношу и потом аккуратненько размазываю. Если у вас нет свечного контура, в принципе это можно сделать с помощью растопленного белого парафина и с помощью кисточки. Главное следите за тем, чтобы парафин постоянно был теплый, даже горячий. Потому что парафин будет налипать на кисточки, быстро остывать. Поэтому надо его удирать постоянно на водяной бане. Вот таким образом по краю всех наших валанчиков я немножко насыплю снежка. И потом всё это мы присыпем блестящей пудрой. Я нанесла белую краску из свечного маркера по краям всех валанчиков. Наша свеча освежилась, стала более контрастной. И теперь я пока свечной маркер не высох полностью, присыплю специальной блестящей пудрой. Вот такая пудра продается в магазинах для творчества. Либо можно найти в интернет-магазинах. Можно использовать блестки, они немножко покрупнее, но в принципе тоже подойдут. Ещё такой маленький секрет. Такая вот блестящая пудра продаётся там, где продаются товары для маникюра. Вот кто занимается маникюром, у них это тоже есть в наличии. И теперь всё это присыпаем. Излишки мы потом струсим, когда всё подсохнет. Вот такая зимняя красавица у нас получилась. Теперь осталось дождаться, чтобы свечной маркер хорошо высох. Блестки хорошо присохли, прихватились. И тогда можно будет её уже использовать по назначению. Если вы будете наносить белый цвет с помощью обычного белого парафина, я рекомендую сразу же после нанесения определённого участка присыпать блёстки. Потому что парафин высыхает намного быстрее, чем маркер. Вот и всё. Наша новогодняя свеча ёлочка готова. Сегодня вы узнали, как можно изготавливать такие объёмные фигурные свечи без специальных силиконовых форм, а используя только подручные средства и свои золотые ручки. Творческих вам успехов! С вами была Марина Хвалёва. До новых встреч!